Такого количества гостей и спортсменов из других стран на стадионе «Старт» не было, наверное, со времен Международного форума финно-угорских народов. С 5 по 8 августа здесь пройдут юношеские чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту в двух возрастных категориях. Среди участников сборной России, Республики Беларусь, Казахстана и Словакии. Команда Мордовии выступит на состязаниях вне зачета. Организовать и провести официальный чемпионат планеты в нашей стране, учитывая сегодняшние реалии, задача непростая. Но федерации удалось справиться. Были какие-то в сфере геополитики, были какие-то нюансы, но тем не менее, кто хотел, тот приехал. Международная спортивная федерация пожарных и спасателей, она вне политики. И мы всем странам рады приезду. Накануне старта турнира прошла официальная тренировка для участников. Каждая сборная могла попробовать себя и отточить навыки на четырех площадках, где будут проходить состязания. Медали будут разыгрываться в дисциплинах подъем по штурмовой лестнице, боевое развертывание, полоса препятствий и пожарная эстафета. Стадион отличный, качество всех снарядов тоже хорошее. Вот опробовали все четыре вида, все подходит по мировым стандартам. Спортсменам очень нравится. Как правило, основные конкуренты у вас? Вот, Российская федерация, Республика Беларусь, Словакия. Тоже не знаю, чего ожидать можно, но если они хорошо подготовлены, то да. Потому что мы никогда не рассматриваем, что кто-то слабее, кто-то сильнее. Для нас все конкуренты, все соперники. Самый непростой путь в Саранск в прямом и переносном смыслах проделали представители сборной Словакии. Из-за препона команда приехала в усеченном составе, но Словакия полна решимости побороться за награды чемпионата мира. Наша команда приехает до Словакии. Есть новый человек, который начинает спорт пожарный. Я им правил много здравия, много счастья. Атмосфера супер, супер, атмосфера супер. Ай, просто они красивые. Помимо стран, представленных среди участников юношеского чемпионата планеты, в Саранск приехала делегация из Катара. Они будут внимательно изучать опыт организации проведения соревнований, а также будет обсуждаться вопрос о проведении в Саранске сборов для команды из этой страны. Поскольку наша республика единственное место в мире, где можно заниматься этим видом спорта круглогодично. Наше сотрудничество расширяется. У нас приехал здесь наш уважаемый катарский генерал, руководитель гражданской обороны, где вся пожарная служба. Приехал поучиться по обмену опытом. Также хочет, чтобы детишки уже на следующий год выступали. Поэтому идет работа, идет нормальное сотрудничество. Я уверен, когда наши коллеги из Катары увидят этот центр, то очень захотят приехать сюда на учебный тренировочный сбор по обмену опытом. Ну а там и другие страны Ближнего Востока будут подтягиваться. Опыт проведения нынешнего первенства в Саранске будут внимательно изучать и представители Турецкой ассоциации пожарных и спасателей. Поскольку в Стамбуле в начале сентября пройдет взрослый чемпионат мира. А юбилейный 20-й старт в следующем году впервые примет Китай. Все желающие могут посетить соревнования в Саранске в субботу, 5 августа. Они начнутся в 11 часов 30 минут. А торжественная церемония открытия запланирована на 16 часов. Юрий Осипов, Александр Зюзяев, программа «Наш Спорт».